здрасте тем друзья привет уленьки мы продолжаем с вами рубиться в золотой колос обновление с рисом и садами и скорее всего ничего сегодня толком с этим связано не будет но работа у нас есть поэтому погнали посмотрим что у нас вообще происходит на ферме о чем мы закончили прошлый раз и какую-нибудь работу сегодня поделаем начнем друзья с полей прошлый раз мы собрали урожай с 18 и 6 7 поля а также их засеяли потом 13 15 у нас еще не созрели и они скоро созреют поэтому наша задача их сегодня убрать и засеять а кстати насчет обновления туда мыши хрисом собрались засеивать поэтому тут задача в принципе понятно но и седьмое поле еще надо будет потом удобрить также друзья мы собрали с вами урожай с 18 поля льна он отправился на переработку иное масло но нам оттуда нужны были именно отруби лишь мы их что там дается жмых переработка уже завершилась поэтому надо будет этот самый жмых отвезти куда-нибудь а также закинуть туда подсолнечник чтобы он тоже перерабатывался льняное масло оттуда мы тупо продаем плюс мы собрали урожай пшеницы один прицеп мы отвезли на производство комбикорма у нас есть еще одно поле с пшеницей когда мы его соберем его надо будет тоже отвести на переработку на мельницу чтобы получить отруби ну и плюс кукурузку которую мы соберем она тоже пойдет на отруби часть на отруби а часть на комбикорм ну и плюс мы еще засеяли такие же поля поэтому там в общем то все понятно по поводу наших животных вас в общем то полным ходом идет подготовка нашим животным нам надо еще сделать по на смесь она у нас делается на корма смесителя чему а все нормально у нас есть на складе силос и солома силос в силосной башни лежит а вот все на травы нету поэтому надо будет сегодня наверное еще немножко покосить и для моносмеси сделать небольшой запас травки ну плюс такие солому с пшеницей мы тоже туда отвезем возможно и силоса тоже у нас маловато хорошим еще бы и овчар не и заняться я думаю для начала коровки да на маслоэкстракционном заводе у нас 14 кубов жмыха есть 7 кубов льняного масла я думаю что мы сначала весь жмых отвезем себе на базу посмотрим сколько у нас его в сумме будет потом уже будем распределять его нашим птичкам или же нашим коровкам поесть ну и надо будет купить семена риса и это все дело засеять если останется время там есть еще конечно чем заняться в общем то погнали работать первым друзья отправляем работать урал а ему нужно будет сделать одну поездку и со склада на маслоэкстракционном заводе склад загрузка поехать это все дело выгрузить куда-нибудь где у нас продается льняное масло продается она например на же дистанции бокс номер 10 цене кстати ого дистанция бокс номер 10 и повезешь ты льняное масло его там на полный прицеп не собирается поэтому отвозить при уровне 40 процентов мы поставим и для выгрузки этому уралу вы нужен автогруз поэтому выгрузить склад льняное масло же дистанция бокс номер 10 один раз сообщи нам о выполнении также кстати можно сразу поставить автогруз будет потому что мы его отправим возить семена риса поэтому и на рис первого сорта на садовом центре ты выбираешь два раза говоришь нам об этом а также выгружаешь все дело то же самое семена рис на ферму два раза тоже говоришь нам об этом выгружаешь потом мы его отправим туда и на этом его работа закончится так что можешь дружище на первую свою работенку ехать все все получится далее жмых у нас вот здесь вот хранится на этом складе поэтому я потерялся джосибишка да джосибишка у нас по я и поедет забрать один раз вот это вот все дело то же самое настраиваем ему автодрайв на маслоэкстракционном заводе жмых загрузка и на базу сыпучая выгрузка 1 и жмых он тоже вроде как его не сильно много поэтому ножка пока убавим отвозить при уровне и давай едь туда него парковочное место не назначено поэтому он приедет останется потом на складе а в общем то тоже все получится давай есть ну и пока у нас поля не созрели я думаю можно поехать покосить немножко травы опять-таки вокруг пока что этих вот наших двух полей пока у нас вот это не созрело дело все пока скосим пища потом придумаем куда ее девать чего ворошить что в силу с чего просто отвести так что в общем-то полетели а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok То есть он прям очень быстро работает Или мы еще успеем разок съездить за еще партией травы Давайте еще один прицеп травы отвезем Вот это вот я поставлю куда-нибудь вот сюда И соберем еще один прицепчик Или может быть даже всю траву оставшуюся соберем Субтитры сделал DimaTorzok Знаете что я еще подумал сейчас А надо ли вообще оставлять вот такие таймлапсы Или вырезать все это нахрен Ребята вот не впадло Вот напишите в комментариях вообще Надо оно или нет Тем временем два прицепа травы мы привезли Но здесь вместимость всего 40 кубов Поэтому полностью все высыпать сейчас возможности нету Да, можно высыпать в другой бункер А оно оттуда подхватит Но я думаю можно и подождать без проблем Или высыпать Не хочу ждать что оно не так быстро перерабатывается Как у меня это в моих фантазиях было Отсюда он просто эту траву тоже заберет Склады подсоединены, подключены Просто силу сделать из этого не будем И все будет нормально В общем-то пускай мы на смесь пока что производится У нас там по полям Они все еще не созрели Мы все еще ждем Урал тем временем приехал кстати на базу Поэтому можно его отправить еще и отвезти С садового центра семена Как раз мы продали по моему за 33 тысячи льняное масло Мы на этом не заработали ни разу То что мы сделали производство Заказали это производство Если бы мылен продавали Мы бы в итоге заработали столько же денег Просто не забывайте Что мы еще за заказ потратили немного Итак, семена, выгрузка Дынь И здесь мы тоже ставим семена И на два раза, на две поездки мы его отправляем Все он справится У него все будет нормально И потом он опять вернется сюда Я думаю, что травы нам в таком виде хватит Поехали тогда покосим вокруг шестого-седьмого поля И затюкуем все это дело И да, напишите вы про эти таймлапс Потому что я не знаю Может вам противно смотреть две минуты Как в молчании просто в моем Ну короче, я не знаю Напишите, да Субтитры сделал DimaTorzok 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 И у нас там кукуруза растет Да, без разницы Пускай будет поле номер 17 И конечно же на базу зерно выгрузка Ты все это дело будешь отвозить Все, поехал, у тебя все нормально А мы возвращаемся к нашему комбайну Ты, значит, у нас тоже поедешь на поле номер 17 И начинаешь сразу работать по курсплею Соответственно, этот самый курсплей нам тоже надо сделать Вот отсюда вот ты поедешь работать Давай три поворотных полосы с разворотом И все будет у тебя нормально Вообще, я думаю, что уборка этих полей пройдет довольно быстро Поля не сильно большие Жадко 9 метров Поэтому все будет нормально Моносмеси у нас уже 80 кубов приготовилось А сколько там просит коровник Ага, по 30 кубов на каждый бункер На каждый корпус Нам по факту в первую очередь нужен телятник, конечно И первый корпус, который мы будем забивать Так что здесь, в общем-то, все нормально Солому тоже, наверное, им закинем Пока трогать не будем Вообще, зачем я это сделал, я тоже слабо себя сейчас понимаю Ну да ладно В общем-то, эти ребята у нас поехали работать Также после кукурузы обязательно нужна вспашка То есть чизель-культиватором надо будет все это дело проходить Поэтому пройдет сейчас немножко времени И мы отправим еще и чизель-культиватора Чтобы хотя бы один круг сейчас комбайн сделал Чтобы они друг другу не мешали Просто чизель-то долго будет работать Но все равно не хочется, чтобы он кого-то догнал А пока что, пока они там начинают Можно сходить и заволковать наше сено Которое мы скосили и переворошили Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну что, друзья, у нас помаленьку потихоньку сейчас проходит уборка Я все заволковал, тюковать пока что не буду, наверное Или нет, не этот трактор Мы отправим Отправим оранжевый Тут уже просто с сейлкой стоит И все там хорошо Так вот, после кукурузки нам надо все это дело зачизелить Поэтому мы отправляем чизель-культиватор Только вот сейлку кукурузную Точнее сажалку мы оттуда отцепляем И можно даже сразу маршрут генерировать Вот отсюда Тут уже полтора круга он, в общем-то, проехал Поэтому там все нормально 4 метра со стартовой точки И поле номер 17 Все, погнал, у тебя все будет хорошо Также, друзья, кстати, в начале серии я сказал о том Что надо отвезти подсолнечник на переработку И нихрена его не отвез Ну ладно, там не сильно горит Поэтому немножко подождет А еще пока мы косили Нам пришел контрактик Мука ржаная фасованная 161 куб Надо всего этого сделать Я его пока не принимал Потому что не знаю, успеем ли мы Хотя здесь с другой стороны 104 часа 4 дня Даже больше Поэтому мы стопудово успеем это сделать Но в любом случае надо все посчитать Что нам вообще для этого надо Открываем мельницу И ржаную фасованную муку Плюс там отруби будут Нам они тоже сейчас не помешают И нам нужно 100 кубов, да? Сколько нам надо? 162 куба 162 куба Это нам надо вырасти 202 куба ржи Я думаю, что с того седьмого поля За один раз мы столько не вырастим Но 40 кубов отруби будет Это тоже неплохо С другой стороны Сам заказ у нас Обойдется нам в 175 тысяч С другой же стороны Продав эту самую ржаную муку Мы заработаем 378 тысяч То есть в любом случае это больше Ну да, здесь ценник чуть выше Плюс рейтинг, который нам не сильно нужен Короче, мы принимаем этот контракт По крайней мере, будет какая-то цель И будет понятно, чем заниматься И в следующий раз мы выращиваем рожь И скорее всего на всех полях сразу Кормосмеситель тем временем У нас почти закончил свою работу Но мы туда еще сено сейчас привезем Я вот думаю, может быть даже не тюковать все это дело А просто роспью сено отвезти Но не все это дело не тюковать Конечно же тюки там тоже понадобятся Хотя с другой стороны Хрен его знает вообще даже что делать Что у нас тут происходит Тут у нас идет уборка Линия остановлена, это понятно Ну и пошел чувак уже культивировать Культивировать со всей силы Сибишка ездит, все это дело собирает Нормально, короче, работа идет Потом мы их переставим на соседнее поле Потом съездим, поменяем жатку И переставим их еще на соседнее поле В общем-то все нормально Соломку мы, кстати, еще тоже соберем Тоже все будет нормально у нас Что у нас тут? Свекла, морковь надо еще отвезти Блин, сколько всего Отруби жмых Сколько мы собрали подсолнечника? 29 кубов Надо, ребята, все это дело тоже отвезти Наверное Поставить перерабатываться Потому что жмых у нас не особо сильно много Эх, столько дел, столько дел И вообще все из головы вылетает Короче, 29-447 Открываем маслоэкстракционный завод Я думаю, что мы сразу фасованное масло будем делать Потому что подсолнечное тупо не в чем возить Еще и лузга у нас здесь появится Подсолнечника 29-447 было, да? Все доставим 28 тысяч мы за это заплатим 2,5 часа он будет делаться И мы еще получим 11 кубов жмыха Хороший вопрос Стоит оно того или нет? Но будем считать, что стоит По крайней мере лузгу и масло мы потом сможем продать И какие-то деньги из этого отбить А платить у вас есть 1 час на доставку сырья Я надеюсь, что я правильно, кстати, запомнил Да, я правильно запомнил Поехали все это делать Сейчас по-быстрому отвезем И запустим производство Хотя нет, не повезем Пускай Курсплей сам везет Точнее автодрайв Трактора все Вот знаете, не хватает тракторов Поэтому тяжело с этим Тяжело Я привык, знаете ли, что На сейлку у меня один трактор Который только сеет Сейчас, понятное дело, это так не работает Да, корма можно купить Я прекрасно понимаю И можно не париться с этим делом Было и коровок завести прям сразу Но хочется сделать все по фэншую У нас, между прочим, еще, кстати, и овчарня есть Но там немножко попроще Мне кажется, там один урожай Травы вот с этого поля И все, можно затариваться и овечками тоже С другой стороны, у нас на это все денег нету Но ничего, скоро мы разбогатеем У нас, во-первых, и степличек Скоро урожай будет Точнее, не скоро, а Ну, завтра утром Подсолнечник О, и поставим ему отвезти и выгрузиться На маслоэкстракционном заводе Выгрузка Во, он все там выгрузит и останется там Кто, мы его отправим еще куда-нибудь покататься Так вот, да, что у нас по этому самому По моносмеси Можем еще сюда закинуть, еще сюда закинуть И в четвертый Десять тысяч В принципе, моносмесь можно пока что не делать Солома у нас здесь есть Свекла, морковь, свеклу можно, кстати, отвезти Всем раскидать И жмых Мыха пока что нету Но по факту, на самом деле, мы можем уже и коровок себе прикупить Вопрос только, на сто тысяч их не сильно много купишь Это раз Во-вторых, нужно починить водонапорную башню А че это, она уже починена Возможно, она уже починена, потому что я переносил со старого сейва Некоторые данные И, например, я вот расчищал площадку здесь И на этом сейве она у меня тоже оказалась расчищена Видимо, башня примерно по тому же скрипту работает В одной и той же категории И ремонт общественных объектов у нас тоже уже здесь весь сделан Но это, в общем-то, ладно, неважно Интересно, а у нас кто-нибудь из NPC вообще рожь выращивает? Слушайте, здесь есть два поля с рожью 31-е, 37-е, большие поля А, 31-е уже убран урожай Ну, 37-е зреет потихоньку По большому счету, можно-то и контрактик взять там На уборку поля Брать его и... Ну, вы поняли У нас сейчас рожь в неком таком приоритете становится Так-то сильно контракты мне делать на чужих полях не особо хочется Но все равно Так, тракторов у нас свободных нема, да? Так и живем Так и живем Ладно, отцепляем косилку Отцепляем переднюю косилку Берем вот этот трактор, чтобы поехать сенцо пособирать немножко И, в общем-то, мы запустили еще раз кормосмеситель Я тут подумал, что пускай сделает еще там сколько? 20 кубов смеси Я думаю, что весь силос у нас как раз переработается И около 20 кубов смеси у нас получится, да А еще, друзья, в прошлой серии мы же собрали сухую солому льна Вот это вот все делали И если возвращаться к денежкам, то вот эту штуку можно сейчас как раз-таки продать И вроде как вот здесь вот она продается То есть не надо было ждать открытия швейной фабрики Потому что у нас тут очень мало ее И мы спокойно могли бы сдать ее и в порт, и сюда Но здесь ценник получше, поэтому мы отвезли ее сюда Еще 87 тысяч мы с вами заработали Также, друзья, наверное, имеет смысл отвезти свеклу сразу же на наш коровник Ну и свеклу мы, соответственно, выгружаем в каждый корпус Да, у нас останется, я не знаю, зачем я забил полностью весь прицеп Потому что тут... Или тут по 6 кубов? Нет, тут... Да Тут все-таки по 6 кубов выгружается А, кстати, по 6 кубов... А, ну это 30 на все корпуса Что-то я с математикой... Да, что-то плохо все Ладно, в любом случае у нас останется Ничего страшного Дверь откройся Дверь закройся Хотя я, честно говоря, не знаю, зачем я сейчас забиваю абсолютно все корпуса Потому что у нас-то в одном корпусе пока только коровки будут жить У нас денег на все корпуса-то не хватит Их забить Плюс еще заказ на производство надо делать Так, в третий корпус мы тоже разгружаем Еще надо молодняку немножко отвезти Молодняку выгружать где-то тут-то Видимо вот здесь Да? Да Молодняку мы тоже выгружаем И еще у нас 15 кубов в этом прицепе остается А молодняку даже и не 6 кубов надо было, а меньше Все понятно Также, друзья, у нас уже закончилась уборка первого поля с кукурузкой 18 кубов сейчас ездят сюда на Джесси Бишке И 49,5 у нас уже собрано Поэтому один прицеп мы кукурузой отвозим на нашу птицеферму А всю остальную собранную кукурузу мы уже будем перерабатывать в крупу кукурузную И, соответственно, на отруби Тут, в общем-то, тоже, в принципе, все понятно А также давайте посмотрим на кормосмеситель Он уже закончил переработку того, что мы сюда привезли Заводы, кормосмеситель, линию мы выключаем эту Пока нам здесь ничего не надо Ну и, конечно же, коровки Посмотрим, что у них, как у них дела А на смесь мы в четвертый корпус тоже загружаем У нас здесь тоже полностью все забито Сено-трава, кстати, можно вот как раз добить До 21 куба там немножко сено осталось Но остальное сено мы сейчас затюкуем И отвезем просто тупо на склад Вода у нас из водонапорной вышки польется Ну а отруби жмых По большому счету можно купить Ну ладно, уже подождем Тут по 3 куба надо У нас лежит на складе 14 кубов жмыха Но и отруби, и жмых у нас пойдут на корм нашим птичкам Поэтому надо сначала посмотреть, сколько всего будет А потом уже загружать И выбрать то, чего останется больше Потому что здесь разницы особой, скажем так, в этом нету Ладно, поеду пока тогда потюкую немного Итак, друзья, у нас прошло уже довольно-таки много времени И у нас полностью убрана вся кукуруза И теперь на складе ее лежит почти 90 кубов У нас есть прицеп на 45, то есть две поездки надо будет сделать Единственный косяк у нас, по сути дела, заняты все трактора Кроме вот этого И да, выглядит вот это не самым лучшим образом Мне очень стыдно, что мне приходится издеваться над этим тракторенком Я сомневаюсь, что 45 кубов он нормально потащит Но в любом случае мы, короче, отправим его Тебе, дружище, надо будет загрузить на базе кукурузку Получается зерно с загрузком И отвезти ее на мельницу На мельницу выгрузка Вот сюда И отвезти тебе кукурузу И два раза тебе надо будет это сделать И, в общем-то, едь, не стесняйся Надеюсь, ты справишься Потому что вот тут я уже начинаю сомневаться Также надо посмотреть точное количество этой самой кукурузы 89,280 Ну и, разумеется, сделать заказ на производство Это у нас мельница, мельница, мельница Вот она, мельница Мы будем делать крупу кукурузную и отруби Крупу кукурузную мы, разумеется, потом продадим Внезапно, конечно, это вылезло, но ладно Так вот, крупу кукурузную мы продадим А отруби оставим себе Как обычно, делаем заказ на 1 литр меньше, чем надо Заставим мы туда все, что надо И будет это стоить 11963 евро Боже, куда деньги уходят? В любом случае, мы это все дело оплачиваем Есть 1 час на доставку сырья Но я думаю, что за 1 час он сумеет съездить 2 раза Нет, не сумеет Нет, он не едет с этим делом С этим прицепом он не едет А зря Ладно Блин, что делать в таком случае У нас как бы есть вот этот вот трактор, который А хотя, кстати, да Если мы вернемся на поле, у нас скоро вальт освободится Просто тот трактор сейчас поедет тюковать Я просто комбайну не хочу Хочу небольшую фору дать Смотрите, что у нас здесь вообще происходит Первое поле вот это вот мы убрали И уже закультивировали полностью И уже почти даже засеяли Тут ездит сейлка и сеет рис Второе поле мы убрали и почти закультивировали Сколько ему? 10 минут ему где-то осталось, да? 10-14, отлично Соответственно, уже начали убирать поле с пшеничкой Здесь мы собираем вот так вот соломку Соответственно, скоро пускай немножко отъедет Да, вот этот товарищ Мы отправим тюковщика, который поедет все это дело собирать Тюковать Тюки мы отвезем на коровник Те тюки, которые мы собирали с сеном Я отвез на овчарню Кстати говоря, по поводу нашей овчарни По сути дела, мы можем закинуть сено везде У нас его почти много, да Все, вот и закончилось сено И солому в прошлый раз отвезли Можем закинуть Вода у нас появится Молоко пока не надо Силос Тут желтая стрелочка Да, в складах 4 куба Потому что один тюк там лежит Который обмотался Но, по сути дела, к овечкам мы тоже почти готовы Утром следующего дня, когда у нас созреет 18-е поле Я его все затюкую на силос И отвезу на овчарню Вот такой вот коварный план у меня И здесь еще 4 тюка сена есть Они вместе с соломой поедут на коровник Пускай там лежат Остальным же потом будем разбираться Семян тут, кстати, уходит прям совсем немного То есть одной вот этой вот сеялки Хватит, чтобы засеять 3 поля Потому что я их купил 24 куба И это как-то многовато оказалось Ну ладно, уже ничего не поделаешь Он сейчас едет в последнюю проходку Да, ему еще назад надо будет ехать Но смысла в этом особого нету И мы его переставим работать на другое поле Все Дружище, снимаем тебе маршрут Поехали работать на другое поле Вот отсюда вот и поедешь Я надеюсь, что они друг другу мешать здесь не будут Вроде как Вальтера уже должна скоро отсюда уехать По крайней мере, я на это надеюсь Все, Дружище, погнал На всякий случай переставим поле 15 Хотя это вряд ли понадобится И да, надо открыть воду, чтобы заливать первое поле водичкой Так вот делаем бздынь И водичка у нас пошла Ну и друзья, начатое выполнение заказа на производство у нас Вальтера отвезла всю кукурузу А у нас тут полным ходом идет уборка, посев Я тут уже начал тюки возить, один прицеп отвез Тюкалка потихонечку ездит, тюкуют солому Комбайн с этим сам, с JCB-шкой ездят, убирают поле А на соседнем поле вон красный трактор ездит, его сеет Кстати, уже тоже пол поля засеял, он молодец Я думаю, друзья, на этом мы эту серию закончим Получается, мне надо будет еще засеять это поле Залить все поля водой, там разобраться с удобрением А также, после того, как закончится у нас производство кукурузной крупы Надо будет еще и всю пшеницу туда отвезти А отруби, жмых, вот это вот все дело поперевозить на базу В общем-то, этим я займусь за кадром Я думаю, что тут ничего особо интересного нету А мы, друзья, встретимся с вами уже утром следующего дня У нас, получается, будет уборка полей Вряд ли, хотя хрен его знает Может и рисовые тоже поубираем Пусть они созреют позже Надо будет разбираться с контрактом Плюс у нас созреют еще теплички, кстати Надо будет смотреть, что да как там, да Короче, работа есть, значит контент будет Ну и на этом, друзья, у меня тогда все Всем огромное спасибо за просмотр Не забывайте про лайкусики, комментарии Спонсорам огромное спасибо за поддержку С вами был Никита Дилэй И всем, друзья, покаки